Зная о великом плане счастья, мы имеем возможность и ответственность помочь восстановить веру в семью. Во многом наша задача сопоставима с делом тех, кто работает в медицине и науке. Пользуясь установленными законами, они решают, как облегчить страдания и повысить качество жизни. В религиозной сфере верующие люди, пользуясь испытанными принципами, исцеляют горюющие сердца, восстанавливая надежду и уверенность в обеспокойной душе. Ученые добиваются успеха, следуя законам природы, как часто их называют. Великие ученые прошлого и настоящего не создавали законов, связанных с этими естественными процессами. Они их открывали. В послании к Коринфянам апостол Павел ставит заставляющий задуматься вопрос об источнике умственной способности человека. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем?» Логика и изучение расширяют знания и углубляют понимание. «Так появляются и принимаются теории и законы». Просвещенному уму ясно, что есть законы, которые поддерживают жизнь и все живое в равновесии. Открытие законов физики, исследования им, ведет к прогрессу, поднимая человека на новые уровни знания, иначе недостижимые. Я считаю, что это же относится и к этическим нормам и нравственным ценностям. Поэтому мы должны оберегать дом как центр познания, где эти добродетели можно прививать в атмосфере любви и силой примера. Президент Томас С. Монсон учил, «Молодежи нужно поменьше критики и побольше образцов для подражания. Размышляя о собственной жизни, я осознаю, как научился дорожить главными ценностями, необходимыми для развития крепкого характера». Где я узнал о праведности, о преданности, непорочности и надежности? Я узнал об этих качествах дома, видя пример своих родителей. Как я научился ценить бескорыстное служение? Наблюдая и наслаждаясь тем, как моя мать предана своей семье. Где я научился чтить и уважать дочерей Бога? Я видел пример своего отца. Именно дома я познал принципы бережливости и достоинства труда. Я помню, как мама сидела вечерами за швейной машиной с ножным приводом, прострачивая обувь для местной обувной фабрики. Она делала это не для того, чтобы купить что-то для себя, но чтобы помочь с оплатой колледжа для меня и моего брата. Потом она рассказывала, как это служение стало для нее источником удовлетворения. Мой отец был мудрым и трудолюбивым человеком. Он научил меня пилить бревна, заменять или подсоединять вилку к электроприборам и многим другим полезным навыкам. Все эти уроки были об одном. Всегда и во всем старайся изо всех сил. Общаясь с родителями и прислушиваясь к советам, я научился принимать важные решения. К вышесказанному добавьте ответственность, уважение к другим, стремление получить образование, и все равно этот список не будет полным. С восстановленным Евангелием Иисуса Христа меня еще в юности познакомила Памела, ставшая потом моей женой. Она превратила мою жизнь из простой мелодии в грандиозную симфонию. Я прожил 67 счастливых лет в браке и семейной жизни. 21 год как сын в доме родителей и 46 лет как муж, достигший высшей степени радости, став отцом и дедушкой. Чего еще можно желать? Проще говоря, чтобы те же самые возможности приносили радость каждому. Возвращаясь к учениям Павла, записанным в послании к Коринфянам, мы находим такие слова, «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надо бы насудить духовно. Ученые черпают свои знания в основном в исследованиях, экспериментах, в применении интеллекта. Ученики Христа обретают свидетельства, изучая Его слова, наблюдая за Его делами, притворяя в жизнь принципы используя Дух вдохновения. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает Ему разумение. И хотя духовные истины могут казаться менее осязаемыми, их влияние на смиренное сердце бесспорно. Важно понимать, что природные законы не определялись на основе общепризнанности. Они были установлены и зиждятся на камне действительности. Существуют также моральные истины, происходящие не от человека. Они важны для божественного плана, который будет открыт и применяем, приносят счастье и надежду на нашем земном пути. Например, я верю, что брак и семья предначертаны Богом, как сказано в издании «Семья воззвания к миру» и определено в божественном откровении. В священных миссиях сказано «Потому оставят человек отца своего и мать своей прилепятся к жене своей и будут двое-одна плоть». Мудрецы учат нас черпать знания в прошлом. Мы должны передать будущим поколениям основу веры в семью, как определено божеством. Надо всегда помнить, что во всех сферах жизни свобода и счастье приходят с пониманием и применением вечных принципов. Они дают прочный фундамент для полноценной, продуктивной и счастливой жизни. Следуя образцу, предписанному планам отца, я получил возможность испытать то, что значит жить счастливой жизнью и с радостью черпать воду из источников спасения. Спаситель учил. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Наши взгляды и позиции могут ограничивать способности наслаждаться величайшими возможностями жизни. Можно спросить, а как же те, кто был лишен положительной семейной атмосферы? Крепкие семьи цементируют общество, принося пользу всем людям, даже тем, кто считает, что живет хуже других. тем, кто живет с верой и терпеливо молится о таком обществе, я привожу простое и простые мягкие слова Элен Стеир Райс. Когда Бог дает обещания, Он их истинно хранит. Ведь все, что обещает Бог, Он неизменно совершит. Когда Твои надежды сокрушены подчас, обеты Божьи вспомни, чтоб вера вновь зажглась. Я молюсь о том, чтобы мы стали вместе с мужеством и убеждением, как защитники данного Богом дара семьи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.